приветствую вас ребятишки да погнали короче досматривать что у нас тут а пустынные волчары мы еще на них по прокачиваемся сейчас что он как-то заторможена удастки у делает удара с разворота типа да вот когда буква ел этот просто боковой удар от он нормально быстро делает а вот когда ты нажимаешь букву q ну вернее клавишу q да тут вот когда просто видите нормально а у сейчас допустим мышка и киот он как-то какая-то задержка такая да вот есть секундная наверное из этого ты как правило удар пропускаешь нет не очень нравится так еще минус два чучмяка наследить орки орки поселились да у них тут столько разного зверя они бред вот себе построили бред палаточный блять сука ёптой блять кемпинг блять построили долбоебы блять меня и убьют сейчас нахуй спасите сука блять хулиганы зрения лишь один ярко кстати так реально сиранул к донеси толпой побежали кстати опять таки на готику третью похожую похоже да то что во второй такой ведь как право не было там ты блин выманиваешь их по одному и нормально тут ведь они прямо всей толпой сразу и попиздили на тебя да блять брат за брата так за основу взята прям да посмотрите кстати почему с этих пустынных снайперов берется только их не кожу так уже варантийского снайпера как это странно то что практически с любого снайпера помните мышь могли брать кохте там еще клыки да тут читал только уж шкуру с них сдираешь и все почему так то ёпта ну вот у нас сколько хп так 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 664 так смотрим боже по идее по времени должно нас я хотя 558 и походу еще не ебашит нас от солнца с разворота его ебанул бы тебя я такая чуйка что-то тит на раз шкуры варантийских снайперов где-то по квесту нужны будут возможности говоря все для того же доспеха даже потому что помните в третьей гостики будут такой квеста что принести того чуваку шкуры снайперов дай он тебе тебе сделать доспех вот у меня такая чуйка что тут наверно что-то похожее будет скорее всего так то значит то что мы искали да сидел туру им вроде бы дофига да но в руинах этих к сожалению там в той же третьей гостики там корзины были помните там порой можно было даже и неплохие вещи найти а здесь учетом и ходим бродим тут не то что корзин тут вообще нихуя как бы нету в этих руинах то есть да это конечно немножко расстраивается ну это она сто процентов или нет блять похоже все на ворочье поселение аж реально да вон там орки тусуются так все надо короче возвращаться за нашим долбоебом вот это кстати раньше сочекали что вопрос как нам этого долбоеба найти и потом назад его сюда привезти блять с моим-то географическим дебилизмом ну вот смотрите вот а вот это как-то так надо идти к тем пальмам да по ходу но это ж вы тело жуткие руины да это ж вы тело жуткие руины опять эти шакалы или кто не такие затянута уже вроде бы шакал это вроде бы не волк до легеного дайте гиена поход да гиена блин ну классно же да вот реально сколько не добавили фауны в игру это просто капец шкуры гиены реально сколько и добавили самые разные фауны блин вообще все есть но гены слабенькие как видим с одного удара гасится ну звуковое сопровождение прикольная да как бы уникальные звуки с них то есть почему реально звуки как вот в реально они произносят от отражания их нету гигиенская бляху еда буду я вас доволен да про проделанной работой блять молодцы молодцы одобряем одобряем единственно да вот как у какого хуя тут делает пантера в такой локации вот это мне немножко непонятно конечно же панты пантере тут и тут явно делать нечего в пустыне кстати клык почему-то с гиены только один падает это тоже немножко странно она чё там блин безумая что ли да у нее цена там зуба выпадали а кстати забыл же да я там в группе писал да может еще не все короче в курсе я же короче большой фонат армштайна до купил себе билет там да короче в гетеборг швецию на 1 августа 2020 года да кстати если кто-то желает то можем вместе даже поехать если у кого-то там есть деньги да чтоб купить себе тоже билет с удовольствием тоже вместе поедем как бы вот да я просто все ждал второй части тура до мои должны были огласить я надеялся что может быть в украину приедут потому что у них там этот тур заканчивался еще в начале августа а это как бы странно потому что они обычно дольше выступают я подумал будет вторая часть причем даже слух такой был то что чего вторая часть ну так она принципе я казалось то есть вторая часть тура то потом огласилась но она по америке до сша канада то есть но туда добираться очень тяжело туда надо визу специальную делать и омурой набили ребятишки до специальную визу делать и еще и не факт что тебе все равно ее дадут да то есть тебе могут в этой визе все равно еще отказать поэтому да в америку не вариант я начал искать из того что осталось там до типа билеты и нормальные места были у швеции дай но еще в эстонию можно было но эстония не просто не интересно на что там смотреть если уже ехать за границу то уже ехать куда-нибудь где ты что-нибудь увидишь до новое для себя и я решил думаю швецию посмотрю короче да так чтобы делать теперь вообще довольный пиздец как слон давно уже на рамштайн хотя потому что они у нас в киеве кота даже приходили до приезжали они к нам в киев уже здесь стоял за торг или нет тушь помню здесь блять а теперь его нету какого-то хуя сука да ник там очень давно приезжали в киеве я уже даже не помню в каком году если честно но очень-очень давно реально приезжали да я над кругом эти огольные големы наверно все-таки он не здесь стоял бы я запомнил бы тогда наверное сюда немножко надо идти да это очень-очень давно было блин и вот с тех пор они больше к нам не приезжают и печальника я прям с тех пор хотел еще раз на их концерт хотя бы разок попасть да блять залупа ну как она заебывает вот хуй проймешь где-то торг должен быть а хобби сейчас телепортируешься и возвращаясь на так и сделаем то что я уже хуй вспомню как-то морку попасть блять сука от блять кого хуй он теряется постоянно долбоеб блять и где-то в этот телепорт так на берег паран туда надо шестерку короче говоря да вот она погнали вам дорогу сейчас конечно вспомнить богу надо сразу так вот вниз спускаться да 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 ой 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 о ётебёрг да кстати я там ролик обязательно сделаю топор конечно не знаю какой там получится с тобой где-то борга потому что будет у меня не будет время и желание там нормально снимать но по фотку и там точно что-нибудь поснимаю на видос потом на канал залью ну и в ту же группу вконтакте там да как бы вот да по ходу так вот идти идти и мы выйдем да если я правильно помню так как тоже вроде отнимается давайте даже запомнил так вот 672 до запомнили 672 учитывая что-либо в боях не участвовал особо хп нету да а вот и баню кода давите 649 да уже отнимаются хп то есть но вроде бы да вроде бы так сделал то что вроде бы и не сказать что там как то прям таки вот очень сильно это хп отнимается но отнимается да и это конечно скверно все так но теперь мы знаем по крайней мере этот лагерь и нам осталось туда конечно еще добраться так что такое это солнечная улы тебе заебал ёбаный трампа коля как там тебя зовут блять за лупом когда от промпак блять не теряйся реально заебуешь до клана сейчас вспомнить значит куда идти она то и недалеко находится но видите зато не один я такой вот блять я сказочный долбоёб не могу найти бить куда идти вот промпак тоже быть потерялся тут в этом варанте его это все хуй пойми куда идти так если в этот ролл бы не пришел бы да этот хуй бы так бы тут и бродил бы были бесконечно просто-напросто до типа чего куда блять а они хотят даже дохнут смотрите как прикольно эти эти гоблины всадники дает то есть кротокрыс типа дохлой реально а всадник так типа и остается сидеть в седле бледа ты стереально забавно тоже среда же умирают блять это прям как знаете пословица деревья умирают стоя блядая здесь прям гоблины умирают сидя на кротокрысе блять не могли уже там тоже как-то анимацию проделать чтобы он типа с этого кротокрыса как-то ебался для чего-нибудь такое так укачака укачакович блять ну вроде бы вот так вот мы да 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 вот те вот руины и тому то ли прямо вот так вот или немножко левее там будет то что мы ищем блять опять голем этот ебучий давайте обойдем да кстати много здесь собранных големов да зацените уже которого встречаем довольно таки ред довольно таки частенько встречаются эти ребятишки братишка бежит ватня засадимся а еще вот конечно огромное желание вот вообще если какую-то страну посетить очень бы хотелось в сша в зону 51 бы съездить я вообще когда еще проект мем услышал да то что типа люди собираются ее штурмовать эту зону 51 были отряда так бы хотелось бы туда съездить но просто что это и по деньгам и опять таки эту визу оформлять а времени совсем мало потому что они что-то будет это в сентябре или в октябре я уже забыл бритаян забыл когда не собираюсь то уже скоро до совсем а так реально я даже был подкопил бы уже даже попытался бы эту визу оформить реально интересно было быть ибо этом киану риус вроде бы когда будет вроде бы чак норрис такие такие ребятишки вот вот этот роль да вот все мы нашли отлично ты идешь до боев это правда было бы да и даже не чисто и даже не ради этого только да можно было бы я жду даже и просто интересно посетить посмотреть что там в этой зоне да где-то там потусоваться правда было бы очень интересно может камень в будущем таки по сетю ох 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 так орг погнали прыг вскок прыг вскок блять тоже кстати забавно вот он своими глазами видел как мы бегали в доспехах паладина ебаши у нас да теперь мы переоделись просто мантию другую одели бить все он типа уже типа мы уже свой чувак да свой пацан но все блядь и на месте братан давай бедовара где отсыпай теперь придурок эти куда тебя еще дальше вести то боем быть к этому полководцу что лечу ну вот нам рождать мы уже в лагере нам рушину ёб твою мать блядь ну провести вода лагеря дам руша так вот уже мы к самому же дам рушу пришли чуть может сами нарушена поговорить да нет там только привет а куда же тебе надо беду боёблите а вот это еще заебывай да вот надо в какую-то вот именно определенную правильную точку его отвести чтобы квест прошелся блять нахуй тебе лечебное зелье давать баран ты блять куда ты хочешь чтобы квест прошелся ты заебал уже там дырка внизу ешьте будьте в дырку туда пищи спровожать пиздец а но ёбаный ты карась блять а ну все блять мы швагере нам раши ну куда тебе ёбаный в рот блядь что ты прошел квест залупа ты блять его ращи сука может это из-за того что мута его там были практика ли да потом заново подобрали может из-за этого мне квест баганулся речу блять их опять-таки нихуёло отнимается это да он опять это застрял смотрите сука реально орка у аутист блять ёбаный садил об своего долба ёба бреда въебался и бежит на него ну сука блять я живу я из этого все эти квесты на сопровождении npc их просто ненавижу от именно с этих вот приколов ебанутых бреда то что они по дороге тупаж от по страшному блять я приходится с этим как-то мириться ну хуй его знает куда тебя еще мы уже в этом лагере ведь обходили все на свете ты нихуя особо не разговариваешь долба ёблить ой давайте с тем рожим перетрем так тяжело украсть его плитку дать попытаемся о каменная табличка магии 3 отлично привет я что тебе надо вонючий мора твое присутствие здесь злительная броша иди нахуй а вот да я привел тебе орка прампика хоржу морал может немедленно отправляться к руинам гем ногу нужно больше помощников для поиска артефактов могу я тебе помочь а ладно мора отправляйся к руинам города тадмара там гем ног должен добывать для меня артефакты но до сих пор этот бездельник нихуя не нашел хорошо тогда я этим займусь мах воды меркуриус блять и какой-то там этот блять орка зовут гем нот представляете говно блять у него ник блять не брошь хочешь чтобы ты пошел к руинам города хорошо бора пробок уже идет мне пойти с тобой и надо иди нахуй блять я сам дойду вот тебе немного золота спасибо все дома 6 золотых отсыпал так эти вещи брать можно или дедовать сохраним стороны всякий пожарный я не знаю как он будет реагировать не ему тоже похуй давите нормально так надо искать каких-то людей о как книжка смотрите а это телепорт кваги орков нам рока так так бильяра да здесь какие-то людей я так думаю наверно какой-то человек либо доспех нас может продать либо обучит этому сопротивлению ебучему жаре то что же надоело да просто так вот лечиться если честно блять мне уже так скоро и чистые нечем будет на самом-то деле ну что ж на урока мы отвели еще и даже взяли парочку квестов там в какую куда-то в тадмару там чего-то давлять руины там какие-то осматривать и прочее 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 ну что ж посмотрим кто вы такие адепт маркес адепт так маркес или маркес привет я меня поебать тут и так обе только одно интересно если у тебя приказ поговорить со мной или одет во втором случае оставь меня в покое ясно так блять неразговорчивый паренек а ты чё за хуй это обычный раб раб у них покушать готовит так это у нас обычные чмошники ты ты чё за хуй блять тоже обычный орк воин давать шкуру и волка собираем хотя не принципе там копейки стоят но все равно нефиг тут орком жировать на доллар и правильно попиздим все у них то гор назар юсуф блять волок вот тут до хуя именных ребят давайте давайте попиздим в натуре привет я могу тебя кое-что узнать узнать смотря что для начала расскажу тебе не больше чем любому незнакомцу лишь когда я буду знать тебя наверняка что ты один из нас ты сможешь поговорить по душам а что ты сделаешь думаю это я могу тебе сказать я предводитель охотников в данном лагере меня зовут юсуф и как охота велика ли добыча ну да хотя правде говоря не так уже сильно в пустыне охота не простое дело могу я помочь тебе с охотой почему бы и нет не откажусь а что тебе то что ну скажем кусков 35 ты начал это будет достаточно вот у меня суета проведет блять заебись она вам сейчас очень нужно покушать вот я 200 золотых спасибо а это и весь квест бит мясо для юсуфа хорошо так волок блять залу полок его топор берсерка но очень сложно значит мы точно не украдем да и топор мне на а хотя топором по идее двуручный блять а давайте таки попытаемся хотя скорее всего начнется на распалят за этим делом выебут но я попробую ой так здравствуй ты говоришь на нашем языке до мора я говорю на вашем языке чё тебе надо кто ты такой меня зовут волок я поставляю нашим воинам оружие другие полезные предметы и так так ебте а у тебя оружие только для орков или у тебя можно приобрести отравленное оружие для людей у меня также есть некоторые уже которые мора могут использовать охуенно ты продашь мне хочешь торговать но почему бы и нет блять хрень может найдешь чем бы для себя подходящие так покажи свои товары и так вот у него топор берсерка урон 200 силой 170 ёбаный в рот блять так это что вино старсиса так у него болты стрелу арбалет у него охотника на драконов урон 180 влюбл а ну блюбл ёб то блять а аду походите походите а так топор берсерка двуручный же ждая у нас урон 160 одна ручка но вот арбалет у нас урон 150 сербо это него точно лучше смотрите да уроду и у него арбалет охотника на драконов то собой него точно получше бы дал с мячом обидно конечно вернее с топором уже двуручный дает забуду что я здесь одноручник а не двуручник так вот лечебные корни давать него к стерео купим хорошая штука ну а так болтов разве что накупить но и что жалко на не даже деньги то темы у нас этих болтов реально так хватает давайте лучше старые двуручники продаем да вот легкий боевой топор пиратский двуручник магический посох ржавый двуручник такого бильяра пускают жалый топор жалый меч волчий нож так вот костяной лук продаем старый лук продаем стрелы все продаем взрывные стрелы продаем я таким сына не пользуюсь да так как что такое телемовские вылет магии а это мы с того трупа сняли походу дать продавать мне стало не нужен так амулет могущества ищущего огонька вой начальников орков всякие там свиточки свиточки до трофеем дать куки продадим там да так зубы крокодил дать уж и поэкономии мало ли вдруг они вроде да приходятся все эти трофеи когда-нибудь да и поэтому лучше наверно не будем продавать отреха подальше правильно вот шкатулку можно продать золотой кубок от спокойно да вот вот еще шкатулка кстати говоря точно то что нам точно не пригодится очень у нас есть мешочек с десятью кусками золота кстати говоря надо его заюзать ой кстати что у нас нас хп то меня сейчас еще ёбнет блять а где пока что на матах все вооружаемся значит а мне силы не хватает прикидывайте 6 силы не хватает на этот арбалет офигеть вот вот те на брать вот те на тогда давайте значит по покушаем да вот с наваристого сырного супа пожалуй вот давайте мешочек тут сразу же обыщем а то я точно так и забуду мешочек мешочек мешочечек так-так-так-так-так-так-так блять вот 10 кусков золота блинности кусков золота вообще как говна теперь ребятишки хоть жопой жри прям такие так теперь мы пытаемся его об шпанать хотя вообще видите мне этот топор бересерка получается и не надо потому что я я-то не двуручный воин блять ну да и он меня спалил такие он меня таки спалил так юсуфа мы поговорили горназар поговорили а тут еще кто-то судебы был они это все-то они с горназаром они говорили искали мы с ним говорили здравствуй меня зовут рованд и разве я спрашиваю как тебя зовут м нет да даже не старайся меня желание с тобой говорить короче оставь меня в покое иди нахуй братан ты в песке застрял как этот кокса он у него отсасывает смотрите блять болотный образ то общая скатилась смотрите блять у вас у ассасинов отсасывают капец блять не будем на эту порнуху смотреть ну в баню блять не охота вообще ты кто такой ты обычный раб блин поход тут не раздобудешь никакой одежды а в каком еще городе вот это вот это вот невыносимая жара вот вот у торговца аббаса в уджаре что зовут жара блять а где это находится вообще нам походу срочно найти эту уджару потому что это пиздец в таких доспехах бегать 4 3 квестов то особо не было да только тот чувак нас отправил в те руины ну и вот этого у торка еще вернее у того юсуфа еще квест на мясо был принципе и все уже с тебя поход скоро и темнеть будет правильно ахи только один старающий совсем не скоро надо будет потом народа по уночи поспать или просто до вечера да и найти где это уджара да куда это надо идти так ассасин 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 тарабы ну короче я так понял тут принципе то больше толком то вода кстати да а за охуенно вода как раз очень нужно да чтоб покушать себе сварить так ассасин ассасин ну поход тут именно и больше нету я так понял это же же палатка этого предводителя правильно ну да хорошо так блять надо так что то это за спуск кстати говоря еще очень интересно блин или чисто уже блин самая страшная да то что у нас будет денег же при этом да да фига 37000 золотых но вот так вот ходишь торговца всяких ищешь и покупатели лечения реально не у кого да ни у кого их нету это реально расстраивает совсем это печально ничего не скажешь да реально ты даже есть деньги что купить но блять покупать не у кого так что это за да за спуск куда он вообще ведет любопытно и хотя мы сделали просто чтобы это у джара было где-то у сам начале варанта так получается вначале встречаешь вроде бы как кучу городов но в них нету полезного ничего по сути да блин у меня кровь из носу надо блять это да спер замутить идут такая залупень а как дальше спускаться чуть них я не понял че за а дальше как спускаться тогда получается сюда спустился а дальше типа не можешь потому что не звучит целое это что они у не врубаюсь офигеть хочу тут темно совсем давать на рассвет зажжем да там таких стерео нету никакой лестнице то есть по ходу так и надо спускаться как мы спустились и что-то все за дыркой это как шахта или что вообще такое такой прям подземный какой-то город для тебя бесконечный ты смотри блин да там еще спускаться и спускаться вы поглядите назад поряд как мы вернемся телепортом да это не проблема мне просто интересно вообще я хоть это не зря делал потому что я шуту спуск то продолжается что толку с этого спуска так это мы куда-то вы делали это просто тупик сейчас будет ну-ка 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 не просто тупик хотя вообще можно потом по той вроде бы хрень и спускаться да или чё на луп я на научно лестнице спущусь любом случае хоть странное место про него никто не оговорился в диалог дамба разговаривать с этим предводителем орков со всякими ребятами никто вообще ничего не говорил не было ветки в диалоге типа про что это у вас за хуета внизу ну хотя в любом ну по-любому бы роланда бы заинтересовала такая подобная хрень согласитесь да такая огромная как бы быть шахта да или чё вообще такое ведущая вниз роман почему-то брать не спрашивают да и эти чуваки ни о чем не говорят и причем тут не орков и людей блин непонятно чуть-чуть за место такое ну вот там вот крыс видно уже по крайней мере зато обидно будет реально если мы в итоге зря сюда спустимся и тут ничего интересного не будет ебаные грызуны и блядя ну возможно это по шахта или что такое сделано для того чтобы мясо разбудить потому что блядь еще ебать сколько вас тут тушь это был квест на юсуфа вы помните да квест на юсуфа то что типа принеси мне мясо да а в принципе тут не не со многих зверей падает мясо в этой пустыне и в принципе может быть для этого как бы и сделано это хритов дофига крыс до повалю типа мясо пособирал кстати опять этот бах пиздоватый случился то есть вы видите да то есть ты включаешь инвентарь в какой-то шахте и сейчас вот тоже не исключение ладовать это крутой уже зелье пить да ты включаешь инвентарь в какой-то шахте ли в каком-то подземелье сейчас опять давите и как бы темно то есть не видно что там вообще дальше хотя до того как ты инвентарь юзаешь да то есть ты ты можешь просматривать всю эту пещеру как только ты заюзал инвентарь все типа иди нахуй тоже такой очень неудобный очень неприятный баг на самом деле так там внизу он какого-то орка едят ползуны то есть значит какой-то по идее квест будет значит принципе точно мы сюда не зря пошли не ради только мясо да прям скажем и опять таки здесь же меня по идее жара не должна и башить ну правильно потому что я сейчас каком-то подземелье в тени да то есть почему я умираю от этой жары вот мертвый раб немножко как это не логично это песчаный ползун не просто орк воин он не именной старинная монета я думал какой-то именной орки потом можно будет этому вождю доложиться то что там у тебя какой-то орка разбился может он суицидник там уже не знаю да нифига подобного то дохни и бля меня убил час нахуй туда вот 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 хардкор бреда я уже просто знаете да уже привык как бы о видите сейчас тоже все просматривается видите даты к ты перезагрузился все просматривается а как только потом заюзыч инвентарь то все пиздец такой бах неприятный реально то что без без инвентаря ну как ты будешь да то есть получается а или вот даже видишь обыскиваешь чувака даже вот и просто обыскиваешь чувака то есть его инвентарь типа как включается да и опять все видите сразу затемнилась то есть получается на постоянно перезагружаться что ли еще почему только в варанте да я не вспомню такого бага и в какой другой локации бах реально очень неприятный да я уже привык даже не следить за хп когда мы деремся со всей этой братья да да со всеми этими тратьяпу с нами и прочим я уже привык типа блять простенько себе справляемся и все теперь надо следить как видим ой чему лечиться пиздец неохота шить и зелья тратить битата бонар поспать до вечера просто ж не хочется постоянно по ночам бегать ночью темно я там больше люблю при свете дня там гулять до потемках тоже не охота ну короче надо срочно этот город найти у джар или как он там называется да очень срочно найти этот город и купить им этот доспех сколько бы он не стоил потому что ну да это вообще непорядок спокойно ничего не поисследуешь так надо сейчас крастора перезагрузиться чтобы это самое до что вы пещера просматривалась то что опять этот бак случился хотят вроде бы то и так все понятно значит можно было вроде будто вот прямо кота идти дальше да там скелета я вроде бы видела можно еще откуда-то вот сюда да куда-то сюда дальше исследовать ползунов давайте начнем с ползунов а потом уже пойдем к тому скелетику кстати вот опять таки да вот одиссея да судя по всему все таки это никакое не квестовое место и вообще типа как не обязательно для исследования и тем не менее были на 5 таки огромная огромная шахта да то есть тут куча вариантов куда ты можешь идти можешь сюда пойти можешь туда пойти продам этот пока что ничего полезного не нашли до никого не растения не сундука такого все равно что там кстати королева ползунов смотрите кстати мы еще сколько играли да мы еще не встречали королева ползунов в одиссеи это первый раз ебать она живущая не надо либо сближаться с ней либо брать надо охренные болты потому что я так по ней стрелять буду блять выпуска 2 наверно да так давайте даже быть не давайте магические оставим бляда и и даже охренные не особо берут зацените офигеть ебать она крутая да она по запасу здоровья покруче блять будет этого отсуждать попробуем сейчас я немножко помаксать мечом может быть меч и сильнее будет уронить я не знаю потому что вы реально это жесть между мне жалко так болты тратить а до уши и мечом колды бенич ну да так он дебу и панцирь с него с нее ничего уникального не выпало но скорее всего все таки это место надо боя следует то что не на яйца ползуна я так подозреваю что нам тоже по какому-то квесту потом пригодятся скорее всего ну да это практически да все стоя в этом уверен так что походу не зря мы все-таки сюда спустили сюда я лучшим мечом потому что да так на нее угольных болтов просто не напасешься прям скажем хорошо да первый раз я терял мы тут таких уникальных иногда монстров через встречали да вообще в одиссеи которых в оригинале или в других модах ну вообще не встретишь или встретишь очень редко да вот королева пузунов казалось бы такой распространенный монстрик почти в каждом моде она есть а здесь только в варанте и наконец встретили до этого куда бы они пошли королева пузунов не было но жалко только вода что бой с ней какой-то такой слишком простой то есть они и никак не изменили да то есть просто закликиваешь или он вообще можно просто в тупую расстрелять там и звука арбалета просто конечно из арбалета даже огненными болтами хотя это очень классные мощные болты даже ими реально это было бы очень долго конечно но вообще видите говорили то что типа вот у тебя сломалась хардкорность ну да мы ее поставили конечно теперь заметно это да вот когда столпой пузунов дрались это было заметно и прочих случаях но все равно как бы боделла еще не остановить как вы видите да боделла крут вот так то может быть даже не будем перезагружаться я даже вот так вот в полу в полу темном этом приколе думаю найду по моему туда вот эти этапом был скелет где-то до себя правильно помню да он стоит вот это нормально блин там нормальная херня смотри там даже колдун скелет да там даже скелет мак вам какой-то зомби лет опять уме в уме это пиздец да это опять мумия блять это она живучая я ебу какая 5 лучник заебал он что с любого расстояния что ли достается таки все-таки без счета узнаете в некоторых случаях вот реально лучше драться вот тогда реально вот иногда вот реально как бы вот такая вот фишка что анимация со счетом как-то вот ей даже удобнее до побеждать там определенных соперников но вот все-таки довольно таки часто бывает и такая хрень что вот реально без счета удраться куда удобнее примеру с той же королевой ползунок сто процентов без счета ведь намного лучше согласитесь да чем если вы бы со счетом дрались до печалька что у нас опять-таки заканчивается жратва и заканчиваются зелье лечения но будем надеяться что в той уджаре куда мы надеюсь опять таки со временем доберемся до найдем туда путь что там еще и можно будет купить зелье лечения себе каких-нибудь потому что натуре это не дело надо чем-то лечиться да вот на этом очень сильно надеюсь фух ну это что там будет какой-то котел потому что воды мы нашли жратвы у нас хватает и супчиков мы себе наварить сможем моды ребятишки дать на этом наши пусть закончим тогда пожалуй да а в следующем короче говоря дочистим это местечко посмотрим что там такое есть да и потом пойдемте наверно уже искать эту самую уджару я как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока